Всем привет, с вами Байки о байках и это новый выпуск новостей. Компания Трек обновила свой электрошоссейник до MainPlus SLR. Рама сделана из карбона OCLV800, благодаря этому она стала легче на 700 грамм по сравнению с предшественником. Также значительную экономию веса обеспечивает мотор TQ-HPR50, питающийся от несъемного аккумулятора емкостью 360 ватт-час, который обеспечивает запас хода 100 километров и заряжается за два с половиной часа. Также для него предусмотрен дополнительный аккумулятор на 160 ватт-час, который устанавливается во флягодержатель. Мотор выдает мощность 300 ватт и 50 ньютон-метров крутящего момента, и это на 5 ньютон-метров меньше, чем двигатель Fazuo Evasion предыдущего поколения Domain Plus. Отличительная особенность мотора TQ состоит в их уникальной конструкции с технологией HPR. Такая система позволяет сделать мотор очень маленьким, эффективным и надежным. С ним Q-Factor новинки идентичен обычному велосипеду без электромотора, а еще производитель заявляет, что с новым двигателем байк стал почти в два раза тише, чем другие электрошоссейники. Велосипед получил обновленную, нерегулируемую систему амортизации подсидельного штыря Issa Speed, а также вилку и подсидельный штырь с Т-образным профилем от неэлектрической модели Domain SLR. На раме и вилке предусмотрены скрытые крепления для крыльев. Domain Plus SLR получил геометрию H2 с более высокой рулевой колонкой и длинной базой, которая должна обеспечить комфорт в длительных поездках и стабильность велосипеда. Новинка совместима только с электронными группсетами, причем варианты с оборудованием Shimano комплектуются трансмиссиями с двумя звездами спереди и шоссейными покрышками, а модели с трансмиссией от SRAM идут с одной звездой спереди и обуты в гравийные покрышки 700 на 40C. Domain Plus SLR уже поступил в продажу, а цены на него начинаются с 9 и доходят до 13 тысяч. Компания Simplon представила горный электровелосипед Repcon P-Max. Байк позволяет устанавливать вилки и амортизаторы с разным ходом. Таким образом, на одной и той же раме мы можем получить трейловый велосипед с ходом 150 мм спереди и сзади, или эндуробайк с ходом 170 мм спереди и 165 мм сзади. Новая модель производится с двумя вариантами электромотора. Компактный и легкий TQ HPR50, либо мощный Bosch Performance X. Модель с мотором TQ впечатляет своим малым весом и низким уровнем шума. Двигатель весом 1850 г выдает 50 Нм крутящего момента и питается от компактной батареи емкостью 360 Вт-час, которая располагается внутри нижней трубы. При этом труба рамы не выглядит так, будто внутри нее расположен аккумулятор. Также в систему предусмотрен дополнительный аккумулятор емкостью 180 Вт-час. А вариант с мощным мотором от Bosch обеспечивает хорошую динамику и большой запас хода. Мотор CX Performance Line выдает крутящий момент 85 Нм и питается от аккумулятора емкостью 750 Вт-час. При этом покупатель может выбрать и более легкий аккумулятор меньше емкости на 625 или 500 Вт-час. Помимо этого, производитель предлагает вариант с двигателем Bosch CX Race, который обеспечивает режим работы ассистента с поддержкой в 400% от усилия на педалях. Рамы обоих велосипедов построены из карбона UD с четырехрычажной подвеской. Геометрия байков сделана по системе XI с изменяющимся в зависимости от размера параметрами. И в подвеске предусмотрен флип-чип, корректирующий геометрию для использования 27-го колеса сзади. Также байки получили внутреннюю проводку через рулевую колонку и ограничитель поворота руля. Цены на комплиты PMAX TQ начинаются с 8600 и доходят до 9900 евро, а PMAX CX будет стоить от 9 до 10400 евро. За двигатель Bosch CX Race надо будет доплатить еще 700 евро. И помимо этого, при покупке на сайте производителя можно настроить комплектацию велосипеда с помощью онлайн-конфигуратора. Компания Kotick представила ограниченную серию гравийного велосипеда Escapade 853. Передний треугольник рамы будет сварен из культовых труб Reynolds 853 с технологией воздушной закалки. При этом нижняя труба получила двойной баттинг Reynolds DCB, а верхняя труба получила профиль Kotick Overform. Эти изменения позволили уменьшить вес рамы на 70 грамм и значительно повысить комфорт при езде по бездорожью. Байки ограниченной серии доступны в двух эксклюзивных цветах. Они будут предлагаться в различных комплитах и даже с карбоновой вилкой в цвет рамы. Как и оригинальная Escapade, ограниченная серия будет вмещать покрышки размером до 700C на 42 или 650B на 47. На раме есть крепление для двух флягодержателей, заднего багажника и полноразмерных крыльев. Окрепление обоих колес сделано на сквозных осях. Байк предусматривает различные варианты проводки тросов, от легкого обслуживания полностью внешней до полностью внутренней проводки. Фреймсет с карбоновой вилкой будет стоить 1115 долларов. А цены на комплиты начинаются с 2300 долларов за вариант на SRAM Apex 1 и доходят до 4500 долларов за версию с компаньола IKAR 1 на 13. На этом все. Подписывайтесь на канал, смотрите новые выпуски и узнавайте обо всем первыми. И не забудьте нажать на колокольчик. С вами были Байки о байках, до скорых встреч!